Всем привет, с вами Мосс. Знаете, мне нравятся две таких присказки. Первая о бывших либо хорошо, либо никак, вторая про ссор, которые из збы не выносят. Но буквально каждый день я получаю от вас сообщение, почему я ушел из Амкала. Давайте вот сразу, ребят, на берегу проясним ситуацию. Я не ушел из Амкала, это меня ушли из Амкала. Выгнали, пожалуй, термин слишком категоричный, скорее правильно сказать, отказались от моих услуг. Я думаю, абсолютно в той же ситуации оказались фаворит Гудмакса, а может и другие. Ребята, там я точно не знаю. Но ни в коем случае не воспринимайте этот ролик как 15-минутный монолог обиженки, которую там пнули под зад, и она скулит. Ни в коем случае, но это просто мой долг перед всеми теми, кто поддерживал меня на протяжении двух с половиной сезонов, объяснить причины, объяснить ситуацию и поделиться все же своим мнением. Поверьте, здесь будет что обсудить, поэтому призываю посмотреть этот видос до конца. Ну а перед просмотром напомню, что спонсором этого ролика является самая надежная в своей сфере компания. Спортивных и кибер дисциплины в изобилии, а мой промокод MOZ придаст вам уверенности на старте. Ссылка будет в закрепленном комментарии, а теперь приятного просмотра. С чего вообще начался для меня Амкал? К тому времени, как стартовал первый сезон тогда еще команды Германа, мы с мистером Ля Классик поигрывали в PUBG. Плюс внутри команды находились дружественные силы, в первую очередь в лице Гудмакса и Джеффа, которые за меня тоже по легенде замолвили словечко. В итоге под флешку я залетел в команду в самом разгаре сезона. Мой дебют пришелся на матч против Тудроц, тот что был назван самым сложным матчем для Амкала. На скамейке запасных у нас, к сожалению, осталось только два человека, это Гудмакс и Мосфифа, которого мы решили подключить и, в общем-то, посмотреть в игре. Боевой просмотр, судя по всему, прошел нормально, ибо уже в следующем матче я снова был в заявке. Третий матч, и я уже выхожу в старте на катку, в которой нас буквально разорвали. То было поражение 1-7. Что позиционно, что физически, моя игра хоть и не сильно проседала на фольне остальных, но, очевидно, оставляла желать лучшего. Тут, наверное, стоит впилить пару слов о том, насколько я вообще до Амкала дружил с футболом. Так-то дружил я с ним крепко, но официально отношения не регистрировал. Секции не посещал, спортивных школ тем более, но регулярно выходил поиграть с ребятами на стадион Энергия, который располагался в аккурат напротив родительского дома. Затем стадик для челяди закрыли, с 18 я пошел на работу, играл в панк-группе, учился на дневном бюджете и с футболом пути разминулись. Спустя пару лет выпал случай побегать на асфальтированной коробке, безобидная катка закончилась для меня переломом сей самовидной кости. Спустя пару лет рандомная игра с ребятами из ЛФЛ и привет-рецидив. Старошилки врачей, что, мол, еще раз и вообще хромать будешь всю жизнь, были успешно посланы нафиг. Спустя еще несколько лет я начал потихоньку со школьными ребятами поигрывать в Миньку, дальше появился канал по ФИФЕ, а спустя годика и первые футбольные челленджи. Последующие события вы знаете и так. Но мы вернемся к МКЛу. Постепенно набирая форму, я кое-как откатал первый сезон, закрыв проблемную позицию ЛЗ. В защите ранее я толком не играл и помимо физических аспектов, мне конкретно приходилось все втыкать и в тактические особенности игры Крайка Оборонца. В идеале на ЛЗ и ПЗ должны играть двужильные парни, которые могут все 90 минут бегать туда-сюда. 30-летняя Макаронина с ростом 190 оригинальный выбор, но за неимением права смены позиции имеем, что имеем. Тем более, что это не мешало мне неистово кайфовать от тренировок и игр и стараться максимально быстро подтянуть свой уровень. Ну а кстати, если вам нужно подтянуть уровень своего состава в ФИФЕ, то обязательно обращайтесь к Ване Мухину. Выгодный курс, качественное обслуживание и самое главное надежность. Работаем с Иваном не первый год, ссылка будет в описании ролика. Негатив, как мне кажется, начался с приходом Ничая Старшего. Человек он безусловно хороший, но атмосфера в команде поменялась. Возможно ошибочно, но у меня и еще нескольких ребят появилось ощущение некого фаворитизма. То, что в Амкале оказывается есть левша, Юрий Анатольевич узнал где-то на пятой, а то и на седьмой тренировке. Меня это, конечно, демотивировало, но в этой ситуации оставалось сидеть помалкивать. По большей части именно этим в компании коллег по скамейке я и занимался весь второй сезон. Ни разу не блогеров, но футбольно сильных представителей Амкала тем временем становилось больше, и к скамейке моя задница прирастала все плотнее. Тем не менее, я по-прежнему был очень рад каждому выходу на поле и поддержке болельщиков. Конечно, с растущей конкуренцией я должен был еще лучше проявлять себя, и в этом, признаю, не преуспел. Как пример, матч со Старко. Играю в старте, катка не самая принципиальная, показывай себя, доминируй, унижай, а в итоге на 30-ти градусной жаре мне хватило буквально 20 минут. Да и ту злосчастную серию пенальти, где я саданул по перекладине, вспоминаю до сих пор. Знаете, почему я довольно спокойно отнесся сейчас к тому, что меня кикнули из команды? Да потому что я был морально к этому готов уже по итогу второго сезона. Но мои мольбы где-то были услышаны, и в команду, наконец, приходит не только настоящий тренер, но и очень, на самом деле, приятный и крутой человек в реальной жизни. И у меня, соответственно, снова появилась надежда. Футболист чего уж там из меня посредственный. С другой стороны, что тогда, что сейчас, самым слабым в команде я точно не был. Но помимо футбольных качеств, для успешного существования в проекте нужна еще медийность. И вот тут надо разобраться подробнее. Внимание! Главная и самая важная мысль. Вы видите ребят такими, как их показывают. И никак иначе. Думаю, собратья по обороне со мной согласятся. Наши действия могли выйти на первый план в роликах только в случае обрезов, ксюков и прочего негатива. Нет, так-то можно было всем бегать вперед, забывая про позицию, и стараться забить, чтобы получить свой луч славы. Но почти никто так не делал, ибо уважал тренера и старался не подвести команду, оставляя за собой дыры. О том, как непосредственно мои действия освещались, отлично говорит тот факт, что со всех видосов на канале Германа я даже не смог толком наскрести и нарезать фрагментов на этот ролик. Может, тут есть и моя вина. Вместо того, чтобы делать шоу, я кайфовал от своих 15 минут на поле и фокусировался исключительно на игре, а не камерах. Ну а полностью отношение стало понятно в катке минувшего сезона против Матч ТВ, на которую я пригнал со свежесломанной рукой в гипсе и в нем же вышел на поле. Представьте, какая то была бы история, если вместо меня это был бы Витя Блатов, или даже лучше Ничай. А как это в итоге было освещено в ролике Германа про ту игру? Не помните? Я тоже, потому что этой истории вообще не было в видосе. Честно, было очень обидно. Но и я, и вы должны понимать и принимать тот факт, что Герман почти в одиночку ставил и тащил этот проект на себе, сам монтировал большинство выпусков и, разумеется, полноправно решал, что он хочет показывать, а что нет. Ну потому что моя команда, что хочу, то и делаю. На самом деле абсолютно справедливо. Это ж не какая-то забава мецената, по приколу там поснимать видосов на тюбчике. Это серьезный проект крупного блогера, у которого есть свой бюджет с большими расходами, своя аудитория, свои планы по развитию. Вести такой проект капец как сложно, если учитывать мнение и пожелания каждого игрока вообще лопнет башка. По той же причине закономерное и принятие кадровых решений, будь то пинок под зад или красная дорожка новым игрокам. Понятное дело, что те, с кем Герман плотно общается вне проекта, с кем действительно дружат в реальной жизни, тот и будет в приоритете. Вы же не слепые и сами прекрасно видите, что в тех же челленджах, за исключением специальных гостей, по большому счету фигурируют одни и те же блогеры. Мнение этих ребят также будет учитываться. Короче, не стройте иллюзий, что подписчики есть президент клуба. Все решает тот, кто и должен решать. Консультации внутри команды, внутренние голосования, разумеется, тоже присутствуют, но окончательное слово всегда говорит автор и владелец проекта. И это правильно. Дружище, не забудь про закрепленный комментарий и мой промокод MOS, по которому ты получишь крутецкий бонус. Может, меня сгубило мое собственное отношение к Амкалу? Не думаю. Если вкратце, я ни разу не позволил себе забить на тренировки или матчи, если физически мог на них присутствовать. Тюб, как раньше, так и сейчас, не является основным родом моей деятельности. И чтобы вовремя приезжать на матчи, соблюдая все ритуалы сбора, чтобы не прогуливать тренировки, приходилось меняться сменами, где-то впахивать ночью, чтобы сразу после работы приехать на матч, выбивать себе выходные, отрабатывая их потом. Думаю, если у вас есть классическая работа с фиксированным графиком, вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. С другой стороны, команде справедливо должно быть пофиг, какие там у кого проблемы и занятости, ибо ты должен присутствовать всегда. Но по итогу выходило так, что на тренировки я попадал даже чаще, чем некоторые не привязанные к офисному креслу ребята. Но это, как выяснилось, тоже меня не спасло от вылета. Что я думаю обо всем этом? Скажу честно, мне не понравилось, как меня и других ребят проводили из команды. Ну, то есть совсем никак. Еще больше удивили истории с приглашениями некоторых ребят на отборы и на отдельные матчи. Насколько я знаю, ни мне, ни Гудмаксу, ни фавориту такой возможности не предлагали. Да и поддержки со стороны теперь уже бывших тиммейтов тоже было ровно ноль. Над командным духом вообще определенно Амкалу стоит поработать. Думаю, вы где-то слышали, что не так давно, вроде в декабре, у Амкала была посиделка по итогам третьего сезона. Ну, эдакий корпоратив, на который Герман собрал всех игроков команды, как текущих, так и теперь уже бывших. И вот там довольно хорошо прослеживалась вот эта вот нездоровая атмосфера. Во-первых, ребята все сидели обособленно за своими столиками и лишь изредка там выходили с кем-то пообщаться, но вот не было такого, чтобы вот прям команда вместе что-то делала. Во-вторых, не было сказано ни одного тоста, ни одной речи, никто ни Герману не сказал спасибо, и ни Герман не обратился кому-то из игроков там, поблагодарив их за сезон. В общем, довольно странная, на мой взгляд, история, но она походу отражает вот текущую атмосферу внутри команды. Но при всех этих откровенно неприятных моментах я на 100% подпишусь под каждым сказанным еще во втором сезоне словом. Вот мы, те ребята, которые сидим на скамейке, на самом деле мы все футболом никогда не занимались. Ни я там, ни Серега, ни Пандос и так далее. Но вот мне, например, почти 31 год, у меня две работы. И для меня огромное счастье, на самом деле, выходить на поле, огромное счастье, ну хоть чуть-чуть выходить там в игре, стараться быть полезным. Мы делаем все возможное ради вас, и огромное вам спасибо, что, несмотря на наши вот это вот типа корявость с местами, вы все равно поддерживаете нас. За это вам огромнейшее спасибо, ребят, всем каждому. Конечно, Амкал это уже не команда блогеров, но я уверен, что для развития проекта новые лица необходимы, так что кадровые решения пойдут ему на пользу. Шоу с отборами тоже добавило интереса, ну а держать лишнюю пятерку олдов просто потому, что они хорошие ребята, тупо невыгодно. Как минимум с точки зрения финансов. На тренировках и челленджах, как нам сказал Герман, нас всегда будут рады видеть. Правда, никто до сих пор никуда не позвал, но поживем увидим. Кто знает, что будет дальше. Ну а если вам понравился этот ролик, то не забудьте влепить лайк и обязательно не применять. Напишите ваше мнение по поводу всей этой ситуации в комментариях, обязательно прочту, на интересное отвечу. Ну а ссылки на все соцсети вы, как всегда, найдете в описании ролика. Всем пока, с вами был Мосс, скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok